Ну что, дорогие друзья, сказать вам? Нет, подожди, меня очень ужасно бомбит с того, что твое лицо было в одном гребаном метре от того, где делали педикюр, и я это снимала, и мы сидим, закрытое непроветриваемое помещение, маленькая комната, очень жарко, и летают ногти, и пахнет ногтями, и Лиси на лицо, рядом, с ногами, и их еще так долго крошат, все время, пока мы сидели, их крошили, о господи! Я приехала в то место, где должен быть мой салон, но моего салона тут нет, приколдается еще в том, что они изначально сказали, что у них нет вывески салона, поэтому ты просто должен ходить между домами и искать, просто здесь реально нет никаких вывесок, здесь просто обычные самые дома, видите, там подъезды без указаний, и в салон тоже предупредили, что типа у нас нет указаний, ну вот, где? Я 20 минут искала, где этот салон, а администратор не брал трубку, сначала супер! Когда я зашла в салон, первое, что бросилось в глаза, это безумный бардак, все хаотично валяются, документы, папки, всякие бумаги, одновременно шампуни, причем все это на видном месте, но да фиг с ним! Шок у меня был в момент, когда меня отвели вот сюда, если вы не понимаете, то это маникюрный-пятикюрный кабинет, и да, тут нет места для визажиста, то есть, вот вообще, дальше вы все увидите подробнее! Чтобы вам было веселее смотреть, давайте забежим немножко вперед! Мы нашли самые дешевые в Москве салоны, по крайней мере, постарались, но значит, ты меня убиваешь, там цена все равно не 800 рублей, я не знаю, серьезно, хоть куда-то ехать, что ли, в Подмосковье, чтобы цена была реально супер низкая, и вы знаете, я очень надеюсь, что это реально будет обычный, маленький, дешевый, смешной салон! Мне сказали зайти в магазин «Пятерочка» и спуститься на минус первый этаж. Извините, пожалуйста, а «Пятерочка» в этом доме? Ну, собственно говоря, вот, спускаемся с вами на минус первый этаж. Конечно, когда я спускалась вниз, я была просто в ужасе, потому что все выглядит очень странно. Слева магазин, здесь подвал, ну, согласитесь. Здравствуйте! Здравствуйте! А, это юстайл? Да, проходите! Добрый день! Однако я очень удивилась, когда зашла вовнутрь, там было все так симпатично. Конечно, я все еще не думала, что это стоит 2000 за макияж, но настроение уже поднялось. Ну, хотя бы тут есть гримерный стол и стул для клиента. Для этого видео это уже, считай, повезло. А вам фотографии показывали? Там, как у Ольги Бузовой, хочу макияж. Ну, вообще, типа, часа за два, если справимся, будет хорошо. Подложимся в два часа? Да, хорошо. А вам удобно здесь, да? Ну, не надо никуда уехать. А то просто тут человек стоит, чтобы ему не мешало. Если обратить внимание, то, как вы видите, сзади у меня зеркало. И вот вообще, да, оно должно быть у меня перед лицом, но оно действительно сзади, потому что здесь просто нет места для макияжа. И я вообще не совсем понимаю, что здесь происходит. Просто нет, даже стула нет. Света нет. Ничего нет. Тем временем в салоне Лианы, где есть стул, стол, свет, но нет чувства абсолютно никакого такта и воспитанности у визажиста. Что связано с ним с какими-то интересными макияжами? А почему интересного? Короче, я случайно в этот момент стопнула запись, потому что кто молодец? Лиана молодец. Но визажистка меня спросила, почему вообще Бузова и кому она нравится? А, вечером сегодня у подруги день рождения. Я вообще отлично отношусь к Коле. Вот моя подружка тоже очень любит. Нет, серьезно, она ее любит. Бруни раскрощена. Спасибо большое. На какое-то мероприятие, да? Угу. Ну, в подруги сегодня едем. Мы их, естественно, потемнее, да, сделаем? Угу. Потемнее, да, естественно, сделаем? Это просто. Это как база, да? Да, да, да. Хорошо. Когда ты сначала наносишь теняне, спокойно поработала, а потом теняне... Нет, нет, нет. Класс. Это только начало. Да, круто. Ну что, да, сейчас прям оно вообще по-другому смотрится. Вот из-за этого, говорю, видите? Угу. Ну да, если бы тон сделали, конечно. Уже бы все бы пришлось было стирать, а потом снова делать. Да. Уже очень красивые брови. Ну, у меня-то положено, чтобы они как будто бы были. Ага. Нет, просто сейчас либо какие-то непонятными бровями девчонки ходят, либо с выщипанными прям совсем. Да, выщипанные брови ходят? Прям вообще. Да. Их нет. Мне правда. Угу. Помните про Бузову? Потом снова к ней вернемся, а пока сплетничаем у клиентов. Класс. Очень красиво, конечно. Прям правой про Бузову там будет у вас вечеринка. Она просто любит. Можно я вам уберу то, что мне не нравится? Давайте. Да, конечно. Не дрожайте. Нет. А никого не смущает, что она сначала сказала, у вас классные брови, а потом стала их выщипывать Лиане. Что там творится вообще? Все это видео я испытывала ужасную неловкость, потому что мне действительно понравилась моя мастер. Первый раз я реально так говорю, и, наверное, скажу еще раз в этом видео. Просто здесь дело в том, что она была очень милая, она профессиональная, она мне много рассказывала всяких вещей, но у нее не было абсолютно никаких условий. Как я могу оценивать человека, который работает в условиях, в которых он не может работать? Но это то же самое, что судить человека о качестве фотографии, если он фотографирует тебя на какой-нибудь старый смартфон, и даже не на камеру. Понимаете? Я вообще нахожусь в огромном смятении, потому что, с одной стороны, я понимаю, что где-то местами плохо, но, с другой стороны, человек меня красит без света, без стула, без вообще, без всего. Она не замужем? Нет. Не. У меня свадьба интересная у нее будет, в каком стиле. В стиле, я надеюсь, она найдет хорошего, богатого мужа, и у нее будет вот в таком стиле свадьба, чтобы... В каком она захочет, да? Да, да, да. В стиле принцессы. В таком стиле. Сейчас вот смотрю, когда свадьбы, вот эти все модные, да? Они почему-то все от трех лямов, которые мне нравятся. Угу. Хороший вкус. Мало того, что моя визажистка не может нормально меня красить, потому что нет никаких условий, так она еще даже не может нормально меня на высоту посадить, такую, чтобы ей было комфортно, а не, простите, меня красить все время раком. Мы, наверное, красили суммарно меня полтора часа, и все это время она на корячках вот так вот ко мне наклонялась. И я просто всеми силами пыталась как-то разрядить ситуацию. У вас, кстати, кисти очень прям приятные и мягкие. Можно посмотреть, что это? Да, конечно, сифора. А, это сифоровские? Блин, они прям очень приятные. Она была очень контактная, она очень милая на все мне отвечала. Она рассказывала про техники, то есть она, в принципе, много чего классного говорила, и я больше чем уверена, что в абсолютно любых других условиях она бы, ну, сделала миллион раз лучше макияжа, потому что прям максимальный класс. Но я в ужасе, я, блин, у меня просто горит это самое ужасное видео, потому что его было ужасно неудобно снимать. Хотя я тут в субботу была на дне рождения, и там пришел один, ну, парень, а он развелся со своей женой, женился в свой второй раз. Короче, и вот у него недалеко родился ребеночек. И, короче, я такая, мне тоже говорят, ой, Лена, ты же так хочешь детей тоже, тебя не так нравится, ты же так любишь. Ну, ты вот не хочешь еще себе родить ребеночка? Говорит, да я не люблю старых, говорю, родители, чтобы приходила. Кулы говорили, там бабушка твоя пришла. Короче, потом оказывается, что эта девка старше меня, которая родила это. Не знаю, зачем я так сказала. Неловко, да. Надо фильтровать, да, чуть-чуть. Конечно, конечно. Да, язык наш враг наш, это правда. Ну, я реально не люблю старых лет. Всему свое время. Ну, если захотите, вас не оставают. Ну, не знаю, всему свое время. То есть у меня есть, например, там, пример у меня с сыном девочка учится. У нее маме 56 или 57. То есть в этом духе. У девчонки 15, маме вот столько. Конечно, я сначала, когда увидела, думаю, как это сумасшедшее. Надо же делать, ну, вот что нафиг нам. А потом, когда мы с ней начали уже общаться, то у нее всю жизнь были выкидыши мертвые, дети рождались и так далее. И, соответственно, когда она там забеременела почти 40 лет, или 40 с чем-то, где там. 42, получается. Я монтирую и просто говорю, кому, какое дело, сколько лет женщине, которая занимается своим ребенком. Да пусть хоть и 90 будет ребенку 2 года. Если она чувствует, что она способна им заниматься, это ее дело. Почему какая-то визажистка делает москетим Лиане? К чему это все? Что за бред? И вот эту вот историю, я подумала, что она сумасшедшая, а оказалось, что она просто не могла забеременеть. Очень смешно. Просто максимальный дезинспект таким людям. Я в ужасе. Я монтирую. Я в ужасе. Ладно, продолжаем, извините. А мы уже все сделали, да? То есть сейчас мы просто чистим, или мы еще чуть-чуть его подтянем наверх, как вы думаете? Я еще шеводку посмотрела. У нее вот в этой вот зоне, в внутреннем уголке, тут тоже такая маленькая стрелочка. Сможем я сделать? Ага, вот так у меня. Маленькую. Ну только не как у Клеопатры, а вот прям немножко. Мне было ужасно неудобно сидеть. Там ужасно мало света. Там ужасно шумит бормашина, или как эта хрень называется, от педикюра маникюра. Просто места нет никакого. У моего визажиста даже нет столика, поэтому я помогаю ей держать вот эту вот штуку, в которой лежат накладные ресницы. Блин! Болеет у меня сейчас. Почему? Просто болеет? Или чем-то? Не знаю, смог. А, ну это... Я бы решила пару дней не водить. В школу? А вы его водите в школу? Да. Прикольно смотреть. Один глаз такой, типа, такой бедненький, а другой уже такой... Богатенький. Да, а другой уже богатенький. Это пока подложка. То есть это чтобы у нас все дольше тут держалось. Да, безумно. Захотели скидку или что-то у нас была хорошая прихмахерская, а сейчас у нас не очень прихмахерская. А вы просили скидку? Для пенсионеров, говорит. Мас, просто когда у нас был прихмахер, мы делали там до часу дня, у нас или там до какого-то времени были скидки для пенсионеров. И что сказали по телефону, что была хорошая прихмахерская сейчас нет? Ну вот жаль. Серьезно? Да, была у вас хорошая прихмахерская. Мишка, можно у вас спросить? Да, пожалуйста. Скажите, обыкновенно брови пощипать и покрасить просто краской, а не татуаж. Вы делаете такое? Да. Да? Можно тоже делать? Это называется у нас комплекс, 1200 рублей стоит. Ага. Пощипать брови и покрасить? Да, комплекс архитектура и окрашивание. Угу. Хорошо. Обожаю. Хайлэтов можно вообще не любить. Серьезно. Вы не любите? Ну, я не могу сказать, что я фанатка. Я вообще, я фанатка. Вот как будто бы тут хочется вот прям чуть-чуть, либо чуть добавить, либо добавить. Вот тут прям идеально ровненькая она идет. А вот тут как будто бы... Добавим. Да. Супер. Что делаете? Обычно пучки или ресницы? Офигеть, это так странно. Ну, очень красиво стало с ресницами. Они мне так мешают. Но я понимаю, что они как бы в правильном месте. Я вижу, что они в правильном месте сидят. Мне потом Леона отдельно сказала, что она была очень счастлива, что этот мастер быстро работает, потому что, я думаю, вы понимаете, что она несет постоянно какую-то непонятную информацию, непонятно к чему, зачем. И это было ужасно. Леона очень радовалась, что у нее она хотя бы работает быстро. И она оттуда быстро-быстро свалила. Если вы думаете, это конец, и она больше не обсуждала других людей, то нет. Когда я хотела снять результат, как мне сделали макияж, она начала рассказывать про другую клиентку. Ну, вернее, как рассказывать, скорее осуждать про то, что она стерла макияж, который ей сделали, потому что она себе не понравилась. Ему она не может отформлять себя красивой, а макияж был супер и вообще красивый. В общем, короче, я ее накрасила, пошла и все стерла. Реально? Взяла вот эти салфетки, начала вот так себе стирать. Вот у нее дырки такие на лице здесь получились. Я говорю, все, ты больная. Больше я тебя не крашу, да? Ну, реально больная нога какая-то. То есть ей неудобно быть красивой, нормально? То есть как она выглядела, ей хорошо, а красивой ей быть нехорошо. Очень странная женщина. Я, которая сразу как встретилась с Лианой, стала вытирать лицо. Извините, но тут только такая ситуация. Больше я тебя не крашу, да? Ну, реально больная нога какая-то. И знаете, что удивительно? Мне, наверное, первая жизнь сделали быстрее, чем сделали Лисе. Ты приехала на полчаса раньше, не забывай про это. Да, на полчаса раньше. Я пришла в салон к Лисе. Я в ужасе. Хорошо, тепло. Когда вы хайлайтер наносите, такой, ну, жидкий, наносите хайлайтер, а потом вы не тональник наносите. Настроение просто т.п. Постопок накрасилось просто сразу. Не знаю, мне нравится, как сами накрасили. Но я и говорю настроение, я сразу такая вся селфи, селфи, селфи. Тоже тебя сниму. Да, это... Давайте попробуем вот это. У нас получается? Две тысячи. Ровно две тысячи? А у нас вроде там еще за ресницы. А, да. А сколько наклеили? Да, уточните этот момент. Да, конечно. Чтобы у вас все четко было. Ну что, дорогие друзья, сказать вам? Нет, подожди. Меня очень ужасно бомбит с того, что твое лицо было в одном гребаном метре от того, где делали педикюр. И я это снимала. И мы сидим в закрытой, не проветриваемом помещении. Маленькая комната. Очень жарко. И летают ногти. И пахнет ногтями. И лиси на лицо. Рядом. С ногами. И их еще так долго крошат. Все время, пока мы сидели, их крошили. О, господи! Ты что, хорюшка? Мне кажется, я никогда меня так не бомбила. Но это прям пипец. Когда маникюр и педикюр, это еще как-то привычно. Но когда твои ноги и твое лицо... Не твои ноги, чужие! Там буквально была какая-то бабуля, которой делали... Сначала делали маникюр. Тебя просто не было. А это была макияж? Напишите, какой макияж лучше. По шкале от 1 до 10-ти педикюрных макияжей. Так, это макияж Лиане, а это Тридзер Афтерс. Ты на него похожа. Потому что у него тоже белая-голубая воротник. Класс. Ну, посмотри, он похож на тебя. Ой, очень похож. Мне нравится, я люблю динозавров. Я тоже люблю динозавров. Чтобы вы понимали. Да, динозавр. Рекс. Какой же ужас. На что одинаково сделали в этот раз? Макияж целых 2 тысячи рублей. Слушайте, дешевле найти. Просто нереально в Москве. Реально. И давайте договоримся, если вы надеете какие-то убогие салоны... Сидайте нам их в директ, в инстаграм. Да, если захотите, чтобы туда сходить, обещание сесть, просто кидайте в директ. Все, мы такие, окей, мы сходим, проверим. Да, реально кидайте нам, если вы вдруг найдете какой-то убогий салон, низкорейтинговый салон. Или вы хотите, чтобы мы сходили, может быть, сходите наоборот. Мега до хрена супер, мега дорогое салон. Просто присылайте ссылку на этот салон мне в директ. И обязательно сделайте подпись, типа, сходи в убогий салон. Да, типа, начало сделайте, чтобы было видно и не пропустить. все потому что мы пытаемся найти убоги салоны и как бы ну вот это пока максимум что мы нашли но мы пытаемся правда